Всем привет зрители и подписчики канала Рик Антона до Райана Гикса осталось совсем чуть-чуть, но перед этим я хочу собрать центральные матчи и начнем мы с чемпионата Германии. Итак, поехали! Две Баруси, но игроки Баруси здесь не нужны. Игроки будут с Лиги 3, сыгранность 85. Ну, наверное, здесь все будет из игроков немецкого чемпионата. Друзья, немножко повозиться пришлось. Игроков в Германии нужно 4, игроков в Бундеслиге минимум 3, игроков из одной Лиги максимум 4. Соответственно, у меня Германия 1, Германия 2, Испания и один игрок, центральный защитник, немец из английской Пемерлиги. Покупных игроков здесь, скорее всего, нет. Давайте пробежимся. Да, все на халяву. Сами смотрите, какие игроки у вас есть, но я практически игров из наборов никуда не деваю. Редко, когда что-то продают, только топчиков. Поэтому, в принципе, здесь все логично. Итак, золотой набор. Открываем. Поехали. Нужен неплохой, неплохой какой-нибудь игрок. Рейтинга 87, хотя бы один. И тогда Гикс уже на днях соберется. Так, следующее испытание. Порту Спортинг Лиссабонский. Здесь должен игрок Порту, игрок Лиссабонский Спортинга. Игроков Португалии максимум 3, но я тут решил пойти по другому пути. У меня было много игроков из аргентинской лиги, и я их всех сюда всадил. Ряд игроков Порту и Лиссабонского Спортинга я продал. Они не очень дорогие, но чуть больше, чем стандартные игроки из этой лиги. Итак, поехали, выполняем. Получаем набор редких золотых игроков. Малый набор, но бывает, что и в таких выпадают волкауты. Поехали. Нет, волкаута нет, но давай хотя бы экран. Есть экран. Кто это? Камерунец? Кейта или кто это? Кейта 80. Третье испытание. Электромовый премиум набор игроков. Игроков Сивили, Тека, Билибао 2. И качество игрока строго золота. Игроков за 1 куба максимум 4. Ну, тут в принципе сложно не подрассчитать. Лиги минимум 3. У меня это Мексика и Голландия, Испания 2 и Китайская лига. Сыгранность 85. У меня 87 покупных, как обычно, по-моему, нет. Да, все из состава, из наборов. Поехали, выполняем, ребят. Погнали. Открываем наборчик. 12 предметов, 12 игроков, 6 золотых, 6 серебряных. Нет, не волкаут, к сожалению. И даже не экран. Последнее испытание. В данных центральных матчах получаем редкий золотой набор. Игроков Наполи, Интера 2. Игроки, в принципе, стоят недорого. Чуть-чуть подороже, чем обычные такие же игроки, но в других командах. Буквально на немного. Опять у меня сыгранность 90. Нужна 80. Все игроки, соответственно, из наборов. И сюда я добавил двух игроков из итальянской серии 2. То есть серии B. Итак, поехали. Подтверждаем. Получаем редкий золотой набор. И за всю, за всю серию центральных матчей мы получаем, давайте, набор лучших золотых игроков. Итак, два набора, ребят. Два набора. Ну, давайте начнем с редкого. 12 из 12. Все редкие, все блестящие. Волкаут! Есть, блядь! Давай, ТОЦ, ТОЦ! Еспа! Ну, шляпа, конечно. Конечно, блядь, не тот ТОЦ, которого хочется. Но ТОЦ, он и есть ТОЦ, блядь. Один хрен, это ТОЦ. Это уже очередной ТОЦ. 30 тысяч 80... Ах, ну, конечно, когда смотришь на ТОЦ, кажется, что вот хочется, чтобы было покруче, да? 30 тысяч, да, лучше не получится. Ну, все равно круто, все равно прикольно. Пусть хотя бы будет так. Ну что, ребят, ну в таком наборе-то надо тоже ловить. Набор лучших золотых игроков 45 тысяч монет. Давай еще волкаут, давай, давай его. Есть, блядь, да ну нафиг. Че еще ТОЦ? Нет, в этот раз не ТОЦ. Бразилец, вратарь, Эллисон, Манчестер Сити, Эдерсон. Нормально, ребят, в СБЧ-шечку-то зайдет Эдерсон, по-моему, надо сейчас смотреть. Ну, круто, ребят, два волкаута, 20 тысяч можно на нем поднять. Сейчас мы будем смотреть. Ну, блядь, ну эти центральные матчи просто удались, ребят. Это божественные центральные матчи, конечно, не сравнится с Рональдо, да и мало ли какие вообще. Открытие паков теперь могут с ним сравниться, только если мне выпадет кумир Марадона, Пеле или тот же Рональдо, но уже зубастик. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, удачи в паках. Ну, мне откровенно реально прет, блядь. По-другому я и не скажу. День за дня просто выпадают офигенные игроки. Всем пока и удачи.